РАЗВИЛКОВСКАЯ БИБЛИОТЕКИ Я не ставил себе определенных целей и задач, когда начинал заниматься музыкой. Что я буду с этим делать, как я буду ее потом продвигать и так далее. Я просто ее делал, мне было это очень интересно. Мне хотелось создавать что-то такое, что мои друзья не делают, что я вижу только где-то на голубых экранах. То, что он не может жить без музыки, молодому человеку стало ясно более 10 лет назад. За эти годы вышло множество композиций, снято десятки клипов. Антон в одном лице исполнитель, автор слов и музыки. На встрече ребята увидели одну из последних работ музыканта. Мы птицы над водой, тени в отражениях. И мы с тобой, как птицы над водой. А недавно в жизнь Антона ворвалось кино. И старт оказался очень успешным. В эти дни в широкий прокат выходит фильм «Все или ничего», в котором снялись такие звезды, как Сергей Бурунов, Юрий Стоянов, Артур Смоленинов. Все это стало возможным благодаря во многом усилиям Антона Белова, который выступил продюсером картины. Мы знаем, что такое музыкант. А что такое продюсер, ребята должны знать. Каждый человек продюсер своей собственной жизни. То есть, кто это такой? Это человек, который отвечает за все полностью. И он нанимает режиссера, они вместе садятся, думают, какую историю им снять, создать. Нанимают сценаристов, в общем, согласовывают сценарий, потом организовывают весь съемочный процесс. Ну, конечно, одному это не сделать. То есть, он подключает множество людей, множество сотрудников. Но обычно, если кино, то на съемочной площадке это где-то минимум 50 человек. Тема кинопроизводства вызвала у всех большой интерес. Антон раскрыл некоторые секреты индустрии. Поделился забавными историями, происходившими во время съемок. А после просмотра трейлера фильма к продюсеру Белову посыпались вопросы. В сцене с собакой, вот когда вы собаку выкидывали в окно, это же плюшевая была, да? Конечно, это плюшевая была. Это манекен. Нет, ну вдруг собака, собаку выкидывали. Нет, нет. То есть, собака настоящая была по ходу съемок, как она бегала и за ними там лаяла на них. А выкинули они, конечно же, манекен. Кстати, 12-летний Сережа Борисов хочет стать актером. И узнать киношную кухню из первых уст – это для него настоящая удача. Я раньше думал, что надо иметь какие-то связи, иметь какие-то черты характера, но оказывается, можно просто захотеть этого и стать. Его пример показывает, что человек, если захочет, может добиться чего хочет. Как автор ярких вопросов, Сережа получил подарок – два билета на премьеру фильма «Все или ничего». Сама же встреча в библиотеке продолжалась более двух часов и пролетела на одном дыхании. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.